Латвийский исламский центр культуры все никак не может перебраться в новые помещения на улице Авату. Уже больше года не удается согласовать проект с рижской строю правой. Не получила одобрения местных жителей идея построить мечеть на морском побережье в Папе. Когда-то с таким же трудом строилась одна из крупнейших мечетей Страсбурга. От проекта до первой молитвы в здании прошло более 10 лет. Теперь же это излюбленное место туристов. Подробности в материале Дианы Хадулиной. 11 часов вечера. Алина Фатис пишет на вечернюю молитву в Страсбургскую мечеть. Мараканец по происхождению, мусульманин по убеждению. Вот уже 30 лет, как считает себя французом. У меня 8 внуков. Я сам на пенсии. Ем, сплю, хожу в мечеть. А раньше я был водителем грузовика. Я чувствую себя французом. Я живу во Франции и горожусь ею. Зал для мужчин и отдельный балкон для женщин. Заходим внутрь. В мечеть пускают бесплатка и длинной юбки. Просят лишь снять обувь. Наш проводник Абдел объясняет. Здесь они не навязывают свои правила и каноны. В эти дни прихожан больше обычного. Завершился Рамадан. Однако никакого досмотра на входе нет. Нет и дополнительных мер безопасности. Изначально значение слова «ислам» — это мир. И сейчас многие очерняют это. Мы с этим не согласны. Мы верим в Бога, в пророка Мухаммеда. Мы идем его путем и проповедуем мир, а не войну. То, что сейчас происходит, меня расстраивает. Я желал бы мира во всем мире. Я против терроризма, против всех злых людей. Абделхамид Юйю — один из основателей этой мечети. Был имамом несколько лет. Сейчас ездит по миру с лекциями и просвещает людей. Он уверен, именно недостаток знаний и приводит к радикализации. Подростки — это группа риска. У меня у самого есть сын и дочка. Им по 16 лет. Молодые люди не знают и не понимают, что такое ислам. Они начинают искать информацию в интернете, ведь сейчас технологии правят миром. Родители думают, что их ребенок учится, а он в это время общается с сомнительными людьми, которые начинают манипулировать ими. Иди туда, сделай то. Так молодежь и попадает в руки террористов. Мечеть расположена на берегу реки Иль, неподалеку от визитной карточки города кафедрального собора Нотр-Дам. Сейчас Трасбургская мечеть — символ сближения религии. Однако до недавнего времени это был скорее камень преткновения. Проект мечети обсуждался еще с конца 70-х годов, но в 2001-м к власти пришли правые силы. Тогда строительство минарета запретили и урезали площадь молильного зала. А позже проект и вовсе заморозили. Строительство мечети началось в 2004 году. Завершились работы 8 лет спустя. За эти годы мечеть не раз подвергалась актам вандализма. Выбивали стекла, крали камеры видеонаблюдения. Однажды здание даже пытались поджечь. В мечети признают, после терактов в Париже они опасались, что нападки возобновятся. Но выставлять охрану отказались. Наоборот, открыли двери для туристов, стали проводить лекции и семинары. Диана Хадулина, Айгар Сковалевский, Слатвийское телевидение, Страсбург, Франция.